Продолжение следует... 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 Таким примером, примером компаний, можно глобальных, важно украинских. Там есть какое-то направление? Виходит, что на месте есть местка выхода? Что выходит, где выходит? Выйдите сюда и покажите, где нет. Вот. Еще раз. Это я помню. Я головне передаю. Дякую. Я питаю про другую точку, хотя это важно, потому что высокая цена, высокая цена, высокая ценность, высокая качество. Ну давайте, световый проект. Банкони. Высокая цена, высокая качество, высокая цена. Украинский. Ротс-Ройс. Украинский. Антонов. Антонов. Словерный. Я не буду спорить, я не буду спорить, я не буду спорить. Я не буду спорить. Я не буду спорить. У нас ретейл достатньо конкурентний, достатньо добре розглянутий. Украинский. Украинский. Протолежный. АТБ. АТБ. Я працювал, я працювал, я працювал в фозе группе, властности якої знаходиться в Синфоре, в Синфоре, и многое іншое компания. Я працювал с АТБ. Украинский. Они трошки поднялись своим чорным форматом. Они трошки поднялись сюда. Ось. И что кто-то еще помнит синей формат. АТБ. Там заходишь, такое вражение, что просто вот такой сарай. Но дешево. Но дешево. Там можно будет вести дебаты, и мы уже сделаем эти дебаты, но пока что давайте туда занесемо. Нижняя ценность, нижние затрати. Еще. Ева. А что будет в этой галузе про коллеги? Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. Окей. Окей. Игорь Михайлович. Тут важно понять нынешний взгляд на инновации в мире. Что мы считаем, я в этой течении, потому что есть есть подход, который считает, что это инновация. Я, прикольный думатель, ну тем более, знаю, что достаточно доброе АТБ, знаю, сколько они вкладывают в то, чтобы там было оптимизовано, чтобы все это было эффективно. И там достаточно много инноваций, которые мы им помогали делать из других. Это тоже инновация. Теперь можно этот слайд. Слайд, быстрей, друзья. Слайд, быстрей, друзья. Так, знак Андрии, знак слайд. Так. Так. Так, мы можем. Теперь мы ждем Андрии. Окей. Так. Так, мы можем. Чему нужно послать своему своему конкуренту? Так. Он был, этот слайд, мы его вернемся назад. Я просто хочу сказать, что он суть там, чему я хотел его отсутствие там, а не пораньше, а не позже. Огасе. Потому что там есть 12 шлейхов. Это статя с MIT. Словом ревью. Чи словом менеджером ревью, я хочу быть точным. Это журнал, очень. Закладу, який поддібный в чем-то вашему, потому что Гарвардский институт, на Гарвард Бизнес Ревью, это иная история. О, за самым Массачуссом, в свете, MIT, и больше, это комедийно. Так, привет, как вы сказали. ОК. Вибачте, это не просто помарки. И там есть, они запропоновали 12 шахів, и только появится Андрій, и он найдет слайд, который ему переследует, для того, чтобы он висвятил его в необходимую для меня хвилину, но только когда он пришел. Андрій. I'm sorry. Ну, I'm sorry, знаете, перед аудиторией 150 людей. Слайд мне покажите вас. Да, вы, 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 так, дякую. Значит, почитаем, инновация rather this place измельчить. Но какие измельчить, вы значили? Я хочу, чтобы абзац первое, что мы разобрали. 12 вимелев бизнесово-инновации те, компания творит, в которых спорядочи вона обслуговывает, какие процессы вона организовывает, и какие точки присутствия в ней будет доступна. Андрій, пожалуйста, посередите, пожалуйста, на меня. Андрій, вы можете? Потому что я иначе поставлю свой компьютер, и включу его, и мне не нужно никакой помощи, так как мы это всегда делаем. Потому что вы берете на себе эту роль помогать, а потом возникает, и потом никакой помощи нет. Збільшите, пожалуйста, этот раз. Правильно? Так. Так что было бы доброе время. Дякую. Ци 12 штеков сгрупованы в 4 подхода. Вот, цифры, это 4 вопроса. What, who, how, and where? Что, кто, как, и где? И, еще раз, почему есть суть этого? Я думаю, что мы потом пишем, что это выкладываем у вас на сервере. Да. Будем. Цей слайд вам будет. я думаю, а, я думаю, я думаю, это два, так? Я думаю, это так? Я думаю, это халат экзотичных фруктов. Я думаю, что я речь похожу в этот лес. Но, если мне, например, нужно хорошее майже украинское игристое, это очень хорошее, то его не надо точно. Вот. и так далее. Там можно продолжить весь список, особенно таких вещей, которые стоят дороже. Вот. Очевидно, что они будут швидше тут, чем тут. А дайте мне проехать, потому что тут есть Apple, а дайте мне противоположный проехать сюда. Прошу? Все. и так далее. Иди отсюда. Что такое? О, что я сейчас слышу? Диа. 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 Что такое? Наши. Я уверен, это первая задача, чтобы они были проведены, чтобы можно было все спустить, можно было все спустить, так чтобы было было разумно. Проверяйте, это ПИД все-таки инше, потому что это электроэкономили. Давайте я знаю, что все-таки то есть звуками. Део прийдет? Ну, с точки, все-таки есть, есть отличность. Ось, есть чудовая статья в гао-бизнес-ревью, она уже старшая, я уже по ней загадывал, как Самсунг забололил світовый глобальный рынок микроходовых печень. Ось, на тот час лидером был General Electric, и это было вот это позиционирование. Потом они понимали, что им это здорово делать, потому что это за высокие затраты. Мы начали смотреть их, как можно уменьшить затраты, они произошли еще мало известной компанией Самсунг. Потом Самсунг поставил на это свой бренд. И я немножко говорю про процессы, то есть как это делать. Можем говорить про supply chain, про ланцюг постачания, про оптимизацию там. Это очень важно, что касается и БИД, и АТБ, и ДЕО для того, чтобы обеспечить саме это позиционирование. Это очень важно. Ось. Тобто, видите, я еще раз натуркнусь и наголошу на этой думке, что есть течия, я говорю, что нет, это инновация, это дешево. Я есть в течии, я говорю, что нет, это инновация. Потому что сделать так, чтобы эта пища была в десять раз дешевшая, в десять раз дешевшая. Это, знаете, оно не впало из неба. Потому что у нас такое хорошее не выходит. Если оно впало из неба, то запитание, почему оно впало в Пельденную Корею, оно не впало в Украину. Значит оно не падает из неба. Значит, это, если говорить о польском, то это сделали корейники. А украинчикам все надо научиться, ну, этого делать, что-то, 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 что-то. Это инновация, уже вам вырешуете. О, ближе, в данном выводе тут такая же инновация. Я уже цю новую могу оголошувати. Я оголошую еще раз, что новой ВО-ректора есть великий интерес до этого курса и до вас, как аудитория, она хочет вас послушать. И тому, где вы будете ставить наук на цей криви, или за межами ними. Я так же думаю, что вы уже сформулировали десять групп. Потому что четыре занимаются университетом, четыре занимаются факультетом. Я тоже кидал сейчас инструменты, как до этого идти, что с этим делать. Она знает эту работу, она уже ждет. И я думаю, что она ждет из неприкинга. Ну, ей нужно сейчас идти. Ее молодые годы, я не говорю сейчас про годы, технологичный, я говорю про ментальный. И это один инструмент. Это тоже один инструмент. Потому что вы можете взять этот редак и сказать, что вы видите в университете, и можно запропоновать другие платформы. Я не знаю, что в ВТВ уже есть аппликация? Не давно, так? Будут уже давно. Власне, кишеням есть давно. И однее из решений, которое мне очень нравится, что карты подвязаны аппликациями. Вот. И ты просто скануешь свою карту. Ну, не карту, а QR-коп. Вот. Они сканули твои вещи. Ты, я говорю, они запускаются. Для сих пор они целовит. Они получают тебе эти пакеты. И ты скажешь, «Зняти из нового додатка». Они снимают из нового додатка. Это все значительно пришли. Это инноваций. В общем, они даже вышли в банковскую справу. Это банк. Власне кишенья. Я не є клієнтом. Мне там важко говорить о его переваге. Но я вижу там какие-то знижки, какие-то пропозиции. Саме для власників. Карты банков и власне кишенья. Вот. Потому что это великая компания, что брать ФОЗИЯ, что брать ФОРУ. Между тем, что я тут не понимаю, потому что, скажем, там в селе, где у меня еще один домашний, там недалеко є ФОРА. ФОРА – это же рисование. Я не понимаю, чому они не сделали так, чтобы власне кишенья працювала в ФОРУ. Там есть своя африкация. Ну, мне кажется, что это невероятное решение, но это было и что. Customer Experience – это очень важная вещь. Я працював с ФОЗИЯ групп. Есть чудовая книга, они настолько на нее захотелись, что они не только ее перекладывали на музыку и выдали, они додали раздел про святого. Книга английская называется Экспириенс и Канни. 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 10 гривен, а 15 гривен явно, сколько это у нас? 60, 80, 600, да, мне не продолжается раз, мне важно верить, что это такой деприциал, и люди сидят и пьют каву, за что они планируют? Они платят, уже цими терминами, за experience, они платят, запрашивайте. Я знаю, что технических людей великий скепсис цього привык, я сразу прошу, и дарем. Ось, между прочим, тут иная история, давайте даже поднимемся на той Apple, которую вы загадали, как критер высоко ценностей инноваций. Там было пара людей, и мы зазвичай бачим пару людей, и это, между прочим, нам надо знать, как я буду инноваций. Потому что там справді був все еще живий, и, между прочим, есть информация, что из Украинского хореного стрела и воздух, который, на самом деле, был технорентом, который также скептично на все это дивился, он просто складал лаком. И ему нужно было такого Стива Джобса, который понимал, что такое experience, для того, чтобы просто эти плати уже в продукте начать продавать под брендом Apple. И с рекламой different, я бы не говорил точно, как там, там точно есть слово different, потому что все суть в том, чтобы быть different. Стивен Возляк, как вы не понимаете, это уже есть вопрос, для кого это? Да. Потому что это другая пропозиция для других людей на тот час. Это сейчас Apple является мейнстримом. Я помню, как мы делились на людей, скажем так, 25 лет назад, которые мали Apple. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И оно иду сюда. Между прочим, для авиационного тут, возможно, есть одна из решений. Потому что вы, почему я тут, у вас причин, потому что вы не есть звичайные. Ви, если пришли сюда, в этот университет и на этот факультет, я не говорю про всех вас, но это такой был крок, который просто интересен, потому что он инженерный. Люди, когда говорят, что я пойду в авиационную. Мне особенно интересно, что вы поспитывали с тем, кто есть на инженерных факультетах, почему они пишли, какие у них мрики, что они хотят, что они хотят, что они хотят, что они все могут им дать. И есть offering, где есть офферин? Есть офферин, что было офферин? Офферин в село Венту, да. Какая пропозиция? Какие решения? В дизайн-вистине очень хорошие вопросы. Job тебе дам? Какая работа должна быть выполнена? Я мог бы вас запитать. Вы пришли на этот факультет? Кроме того, чтобы отримать диплом, что вы понимаете, что УАЛ, Украинская эпидемия директорства, не дает диплом. То есть эта вимога сразу списывается. Почему? Они сами ее списали. И почему они ее списали? Они сказали, что мы не хотим играть в дипломы или в папирцы. Мы хотим играть в игру. Какие решения требуют молодым людям в 18 лет? Что им нужно? Кроме дипломов. Дипломов – это масса других закладов. Хайдут туда. Что им еще нужно? Я не буду решать. Я не буду решать. Так. Максим. Максим. Они могут быть изъявленными. Они могут быть изъявленными. Они могут быть изъявленными. Потому что это будет лишь одно обошло. Это немного требует технического высадения. Не даромно есть в авиационном университете. Один из решений – спустить. Это испортить. Вновь, 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 вновь. Вновь, вновь, вновь. Вновь, вновь. Вновь, вновь. 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 Хuv Вновь. Вновь. Я поперечу, те, что вы сейчас видите на экране. Если 15 людей выйдут из этой зали и больше людей не повернутся, то я спройму это как норм. Мне нужно аудиторию подготовить. Я спройму это как нормальная. Хотя это была наша реклама кемерской из школы. Помните, там было «customers»? Нашим слоганом было «надихать лидеров». «Inspiring leaders». Мы думали, как донести, как достукаться до своей аудитории. И тут я прочитал книгу Джека Травта. Він же трошки старший. Я не помню, что вы все выйдете на телефон. Может, это и наша аудитория? Может, это и наша аудитория? Я прочитал книгу, которая называется «Одна из книг». Я не уверен, что это книга. Напевно, это книга. Я зазвичай не читаю. У меня принцип, в который я разрадую только деки Терезии, не читать больше, чем одна книга одного автора. И та книга называлась «Differentiator Дамя». «Диференциюйся» або «Помаривай». И там была эта фраза. И пиши, что английский у нас звучит «краще». Потому что я, на правді, сейчас бы на украинском, я приклад бы ее по-другому. Фраза в оригинале звучила таким чином. «Life is like a dog sledge». Это нормально. Первое речение, первые речения – правильно. Життя собачьего говоришь. И потом английского звучало «Only top dog». Ну, первое. «Top dog» – это не глупо слово. «Перший». «Only top dog enjoys the change of the view». Тільки перший собака насолоджується зміною країни. Насолоджується зміною країни. А на той час фейсбуку ще не було. Соціальних мейнів не було. Бізнес-школи рекламувалися в газеті «Київпост». В «Київпост» був дедлайн. Північ, дванадцята ночі. Дванадцята ночі. Зайдеться, в «Векторок», щоб воно в п'ятницю вийшло. Можливо, все. «Ми є ми». Якщо я прочитав цю фразу, це беже, що було десь лютий місяць, зима закінчувалася, вже хотілося весни, і у мене такий був сний працівник, колега, свідомий в бізнесі чоловік, Роман Казанко, він на той час ще був студентом, я кажу «Роман, зайди, хорошого українського лайку». Чи таки хотілося лайку? Ну, газки, в смысле. Ось. Тільки витрась снігом їй добре зад, щоб він був чистий. І смачно сфотографує її зад. Він привіз десь 100 фотографій, він такий був щасливий, він десь тут виїхав. Це завдання було креативне. Ми там додали пікселів. Ось, написали, підписали цю історію. Ну, 23,50. Ми відправляємося в Київпост. Відправили коштою. Відправили. Вже такий. Ось, можна йти додому нарешті. Там, хто кого розводить. Комендантську годину тоді на блогу, так що там можна бути до 12-ї. Дзвінок на стаціонарний номер. 23,55. Добрий вечір. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ми з Київпоста. Кажу, а так. Скажіть, а ви файл не переплутали? Так. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ні. Ви так хочете, щоб воно іще пішло? Я кажу. Так. Ну, дивіться. Я думаю, что они там мали еще какие-то внутренние нарады, что это соответствует принципам морали или нет. Ни-би, соответствует хотя бы на грани. И в пятницу это появилось в принте. Я вам скажу, что когда наши конкуренти это увидели, они на следующий тиждень сказали, скажите, Киевпост еще будет рекламироваться с этой рекламой. Киевпост каже так, потому что они купили на месяц там площадь. Киевпост каже, что мы не рекламировались. Мы снимаем все свои дела. Славные участники, пожалуйста, спускаемся до открытия. У нас есть открыта аудитория. Продолжаем лекцию там. Дякую. Кто будет плакать? Если не будет АТБ, то будет сегмент людей, которые будут плакать, потому что они там дешево купили продукты. Если не будет Лесенько, то будет плакать совсем другой сегмент, потому что они не купили... Добрый день. Я не приветствую вас с вами. Вы все в порядке? Я знаю, что вы в безопасности. Все нормально. Это мой друг, видите, Михаила Хорисник. Без фанера. Живу. Пописуем вживу. Без проектора. Все нравится. Если не будет Лесенько, то будет плакать и другая аудитория. Наверное, что через то, что они не сильно смотрятся на какие там цены. Они будут плакать, потому что нет этих экзотичных продуктов, которые были только в Лесенько. Их больше нет. То есть, там есть понятные ответы. Если не будет Роллс-Ройса, то понятно, кто будет плакать. Если не будет ДЕО, то также понятно, кто будет плакать. Если не будет Факультата МІЖДО, то вы будете плакать. Окей. Окей. А после вас? И чему? Это, воно вимагает думать. Доброе? А мы понимали. Ну, это было, вы понимаете, что в этой рекламе 20 лет. 20 лет, обязательно. Мы понимали, что мы хотим достукаться до лидеров. До лидеров. А лидеры? Ну, что до лидеров? То есть, каждый вважает себя лидером, а почти каждый вважает себя лидером. Только потом... Я задам таке... 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 Складное вопрос сейчас. Ваш час. Вошел. Мы все лидеры. То почему так мало людей на передовідку сейчас? Это до меня тоже. До себя. Вот. Я себя называю лидером. Но нам нужно достукаться до лидеров. И, смотрите, звичайно, кто сказал на выходе, что это была очень провокативная реклама. Так, это была очень провокативная реклама. Она была специально провокативной реклама. Мы специально хотели разделить рынок. Тих, кого нудили от этой рекламы, сказали, что это не наш сигнал. Мы прекрасные люди. Все прекрасно. Все чудово. Мы чудови. Все прекрасно. Только вы не наши. А вы не ваши. Вот. И я как раз хотел дойти до цієї фразы, что до меня особисто и в школу до нас пришло много людей, которые сказали «набридно». Но когда они спросили, что пришли до нас, они сказали «набридно». Ну, в комментариях. До меня пришли выкладачи, выкладачи и сказали «набридно». Ну, «набридно». Мы хотим сделать что-то цикарее. Мы, с другим, вы будете еще… Чому четыре группы? Чому четыре команды? Потому что первое, что вы пропонуете, что НАУ пропонует вам, студентам. Второе группы. На чому НАУ зарабатывает в понимании, чтобы финансировать этот процесс? Третее. Как залучить хороших спецпрацемников? Я трошки говорил, как декан залучил меня. Почему он залучил? Но это эпизодичная вещь. Вы не можете побудрать шесть лет навчания, четыре бакалабрада и два года магистрки на таких эпизодах, как я. Вам нужны штатные выкладачи, какие там должны быть ценности. И, соответственно, что мне нужны были люди, которые с лидерами могли говорить о них. Мне нужно, чтобы они реагировали на это также. И когда они приходили и сказали, что она говорит, что это было наше. Теперь, смотрите, в этом радаре. Что вы там помните? Значит, там было offering what? Там было customers who? А что там было подписано в это? Кастома, чтобы я там, чтобы я не забыл. И нет, оно у меня есть. Вот я просто думаю все. Может, customers fly? Нет, это был как раз кастом эксперимент. Я это пригадую точно. Давайте я думаю о том, что я помню. То, что я помню, то я буду говорить, потому что это достаточно. Это нужно организовать весь этот процесс. Это нужно организовать весь этот процесс. И, например, я вам скажу, что, смотрите, мы учились в одной школе. Это было за кордоном. Мы импортировали эту инновацию. Я считаю, что это инновация. Ось. Сервис. Ось. Это неможливо сделать тут на факультете, потому что у вас много. У вас пару сотен. Сколько у вас студентов на факультете? Полтора тысячи. Полтора тысячи. То есть у вас даже 15 сотен. У вас 15 сотен. Ось. У нас было максимум 50-70 людей, если говорить про мейстрант. И мы понимали, что для них треба оцей customer experience треба сделать от момента, когда они заходят в чистую, теплую, прибранную аудиторию. Мы были на четвертом поверхности. И между третьим и четвертими поверхностями мы подписали сходы. Там просто синяя была написана в KBS «Надихатор лидера» или «Инспайринг лидерс». Одного разу я прохожу десь, ну еще не в такую погоду, не подібную погоду, но какой-то листок был, брудный листок. Ось. А там типа, ну, білий по синему. И это біло забруднилося, потому что люди шли, ну, там, в різном результете. Ось. И, соответственно, что-то немножко покляпалося, напевно, за день. И это біле перестало быть біле, и стало таким быть брудным. Ось. И я сказал, что это единственный бренд в моем житии сейчас. Он не может быть брудным. Он не может быть брудным. Он не может быть чистым. Ось. Как вы понимаете, я бы там работал, что эта организация уже 5-6 лет, не может быть брудным. Николи в житии эти жесткие больше не были брудными. Николи. Николи. Потому что там вся организация в 8-м ранку турбовалась, чтобы она не была брудной, потому что придет декан и будет сам это пробирать. А это, типа, это недоброе. И потом в плохом настроении, а декан в плохом настроении, это недоброе. Но почему это так? Это карстерный эксперимент. Это вражения с поживачья. Они начинаются внизу. Честно говоря, там нужно было еще ниже начинать. Потому что там была бахтерка и этот пропускный пункт другого. Вы его знаете, или у вас резонирует что-то другое. И это просто... У меня такое вражение, что эти люди не вышли еще из стану войны Другое святое. Они еще с кем-то... Ну, сейчас у нас в войны как бы понятно. Но в 2004 году у нас не было войны, но эти люди все еще с кем-то воювали. И я говорю, это наши клиенты. Вам не нужно с ними воювать. Там нужно было еще с века начать, но не всюди мы имели влияние, где имели, где имели. Треба было снова говорить с университетом, чтобы иметь этот влияние. Тобто десь мы добились, никто не идеальный. Десь не добились, мы на вас надо было наблюдаться дальше. Но я веду до того, что... Друзья, обратите внимание на сельпо теперь очима люди из АТБ. И вы увидите элементы, ну, даже в антуражах, в декорациях, в том, как работает персонал. Между женщинами. Если он так не работает, то достаточно его звольняти. А у них не нужно говорить. Потому что их учать, их учать. Не просто сказать чай там, а подвести вас до чай. Мне не зручно. Я говорю, просто покажите, где вы. Не, 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 не. Не, не, не. И она тебя подводит туда. Вот. Что, звичайно, ну, приятно. И это, как бы, частично. Потому что мы, я им говорив с цією книги. И я говорю своим людям. Мало того, что я говорю своим людям. Мы ввели в этот принцип пятизирковый сервис для своих людей. Мы брали людей из поколавратора финансовой эпидемии. Это были ваши на то время повестники. И там мне потом одна колега я тоже выросла. Выросла в суперзирковом менеджере. И она мне потом рассказывала, и говорит, Павло, не жутко мы говорим, натип тоди. Я говорю, Павло, видишь, мы люди из гуртожек. Ну, то есть мы люди из гуртожек. Зо всеми вытекающими насилием. И тут ты говоришь в пятизирковый сервис. Тут проблема блузку попрасывать. Нужно найти вопрос, чтобы блузки были в достатной количестве, чтобы они были справедливо белые. Я завел всю команду, включающие выкладачи, это очень важно, включающие выкладачи в единственный на тот час пятизирковый готель в Киеве. Это был премьер-палац. Они сделали нам на один день семинар. Это как мы учились. На один день они сделали нам семинар, что такое пятизирковый сервис. Я говорю, вы нам в галузь не лезьте, так как я не лезу в межежную авиацию, как вы видите. Доброе. Вы нам расскажите по своей галузи, что такое пятизирковый сервис. И они, например, скажут, если 11.59, вы говорите доброго рангу, если 12.00, вы говорите доброго дня. И это процедура записана. И эти процедуры должны быть записаны. И эти процедуры должны быть дотриманы. И так логотип должен быть белым. Коллеги, давайте в голос. Доброе? У вас есть что сказать? Нет, у вас есть что сказать, потому что вы говорите. Скажите нам в голос. Доброе? Хто говорит, говорим в голос. Доброе? Это разговоры. И разговоры общая. Не может быть 100 разговоров. Это будет не продуктивно. У нас и так низкая продуктивность. Давайте, если у вас есть вопросы, дебаты, дискуссии, я вас послушаю и я вас буду слушать, когда вы будете ректорами пропоновать свои идеи. И тогда я буду слушать. Доброе? Я не буду говорить с кем-то другим. Наверное, с ней не буду говорить. Хоча я не могу говорить. Для сервисних организацій, а мы в сервисной организации, это учебные организации, университеты, факультеты, Customer Experience мое большое значение. Там, напевно, нужно все-таки делиться, потому что есть государственный бакалаврат и коммерческий бакалаврат. Есть магистрка. Есть очень платная магистрка. Мы, конечно, брали много денег. Сейчас магистрка коштует MBA. Это публичные цифры. Я уже не там, потому что я могу говорить. Она коштует миллион грн. Она коштует долго. И так тогда ты хочешь сделать пятизерковый сервис. Но даже при том, даже при том, что мы еще сделаем, это тоже классная эксперт. Потому что, знаете, наши менеджеры решили, что они могут приходить за миллион. Они же лидеры. Они у них топ-докс. У них изменяются края и они решили, что они могут проходить когда-нибудь. Ну, то есть, навчание начинается в 18-30, например, а они могут прийти в 19-30, потому что они были заняты, потому что они были зустричные. А зустричные заканчиваются, и он приехал в комплекс. И мы, как бы, спочатку трошки по-другому, честно говоря, это толерировать. Ну, воин миллион. Потом мне один профессор из города, в том числе, прекрасный профессор. Прекрасный. То есть, это испанец, который хотел быть актором и стал профессором. То есть, что это было в аудитории. Вы также можете заметить, от кого я учился. Я не очень учился, я не испанец. Вот. Но он мне сказал как-то вперед. Он говорит, Павел, я не буду больше до тебя приезжать. Почему? Потому что в тебя люди приходят, когда они захочут. А у меня есть кейс. То есть, у меня есть дискуссия кейсу. У меня есть драматургия, потому что это выстава, потому что он хотел быть актором. И когда у меня люди приходят на половину занятия, я не знаю, что с ними делать, потому что они не понимают, что было до. И в них, между прочим, твои люди, есть твои люди, они лидеры, они топ-докс, у них сразу есть думка. Почему они не знают, что была дискуссия до? Они уже предлагают свою думку. Вот. И воно мне ломает все, и воно непродуктивно, и я тратчу свой час, и я в этот час могу быть в Гарвард, и я думал, что я приезжаю тобі допомогать, и я не вижу, что мне нужна эта допомога. И, безусловно, мне это не понравится. И я говорю, окей, я понимаю, что решение? Солушенец. Помните, что было? Солушенец. Я говорю, смотрите. Значит, в 18.30 у вас официальный начат. Мы даем три хвилини, чтобы люди зашли. И начинаем в 18.30. Далее. Мы еще раз спускаем людей, ну вот, справедливо, корки, то, се, там, все осталось. Сказала мне бабушка, папа Римский приехал, я завжди запизднила себе. Папа Римский. Я говорю, ну вот, так вот. В 18.45 мы запускаем финальную группу людей, которые пришли между 18.33 и 18.45. Мы больше не пускаем людей до первой периоды, до 20 дней. Вы уявляете, что Янчук в коридоре, а я в первую неделю особисто стоял в коридоре. И который развал этих людей, которые пришли в 18.47, которых мы уже не отпускаем, они заплатили миллион. Я говорю, ну, вы не имеете профессора джапонца, вы имеете я знаю, что это плохая замена, но вы пришли поздно. Ну, идем бить каву. Я хочу вам в аудиторию. Я знаю, надо будет проводить час. Вы будете в аудиторию? Після 20. Они были злые, они скаржились на меня президентом. Одна группа написала листа кудись в суд, чтобы мы не изменили правила навчания после того, когда мы подписывали с ними контракт. Я скажу, окей. Сколько людей подписалось? Нет. Они пытались в клинике программы. Они сказали 20. Я говорю, ну, дайте мне списочек. Я дала списочек. Ну, я же их все знаю. 50 я их принимал, потому что я знаю, как это сделать. Я так, так, так. Номер 3. Я ему там продумываю сейчас имена Степанида с Райфайзона или с Приватом. Это не имеет значения. Ну, до того часа это не имеет значения. Я знал обоих. Она была с Райфайзона. Я скажу, дайте мне есть телефон? Нет. Степанида Степанида давай мы будем Ирина. Ирина. Я, например, я сейчас сейчас напевно, что ближе Ирина, как вы хотите, как вы хотите, как вы хотите, как вы хотите, что вы хотите. Это абсолютно право. Есть одна маленькая капиталь. Я знаю, и вы это знаете, и я знаю, и банк это знает, что половина вашей плати платиет банк. Доброе? Потому что это все еще факт. Она говорит, что это все еще факт. Значит, после этого я телефоную голову управления в своем другом. Я так не говорю, и она это знает, что это не будет. Я телефоную ему, и я его запитываю. Дивите, тут ваша людина, которую вы финансируете на половину, написала листа, что мы сделали вот такие изменения в нашем кастомер-эксперенции. И она сразу каже, я откликаю свои подписи. Окей. Окей. Мы в вольной стране. Я же не тиснул. Я еще даже не тиснул. Я просто запитав. Я просто попередив вас, что я запитаюся в банку, чи им окей такие изменения, чи не окей такие изменения. Бо якщо им не окей такие изменения, ну, значит, нам, значит, мы помилились, значит, нам треба шукати какие-то другие изменения. Если им окей такие изменения, потому что они хотят, чтобы гаврецкий профессор выкладывал, они хотят, чтобы он выкладывал продуктивно, они хотят, чтобы это была дисциплинована розмова. Ось, структурована розмова. Ну, тоді, значит, ну, тоді, значит, ваша підпис, тут трошки ваша заява мало шансів. Ось, как вы понимаете, еще такие два-три двойки, и ничего в суд нікуда не пішло. Ось. Тобто, дивите, это трошки прикро того, что эти изменения, знаете, может легендарно выглядеть на экране с этой лайкой, понимаете? Вау! Понимаете? Насправді в бизнесе и Вознякову, и Антонову, и Стиву Джобсу, и Илону Маску. Илон Маск там, который сейчас ночевал в этой тесте, причем там, что-то с тижнями, потому что у него там что-то на конвейере не выходило, он не ехал додому, он там ночевал, он там зробил себе там ліжко. Ось. Ну, чому? Ну, Tesla – это инновация, это безсумненно, правда? Памятайте, там было how, supply chain, там не выходило supply chain, там не выходило, ну, на цих постачаннях. И он не падает с неба. Бо, если он падает, то он падает в Калифорнии, а не в Украине. Это кто-то пересвечився, что эта речь сделана. Я, напевно, вам эту фразу уже говорил, я ее повторю еще раз. Это Jack Welch, General Electric. People do not do what you expect. People do what you inspect. Керевники должны пересвечить, что эти речи сделаны. Проинспектировать. Ось. Вы декана видели? Он проинспектировал. Чи вы в безопасности? Он проинспектировал особисто. Он сказал, что потому я здесь. Потому что я редко когда такое вижу в Калинии. Ну что? Так, все. Зустречи. Потому что не так. Пизно. А я сова. Я заснул вторую ночью. А проснулся в девятом. Я шикарно не выехал. Тому я приеду на дванадцатом. А тут много было. А меня не было. Вот так. Про запитания. Не запитание, просто. Хотите задать. А про... Такая идея была, чтобы всем тим двадцати людям, которые подали заяву. Так. После того, как они откликали все свои заявки. Не все откликали. Мне достаточно было, чтобы откликали пять ключевых людей. Она разговаривала с этим названием. А. Да. Да. Усим просто можно было наприкінці роздать книгу Джохо Уиллинга «Дисциплина дорівнює свободу». Наприклад. Да. Наприклад. Або там заняти зубиками цю тему. Але, дивіться, є люди, які просто цього не розуміли. Ось. І тут, дивіться, я вам сказав, що з цією рекламою, там, де ми вийшли на свій сегмент, в данном випадку, ми помилилися зі своєю сегменту. Або сегмент помилився з нами. І це життя також. Тобі треба постійно якби фільтрувати ці історії. Окей, добре. Дивіться, я хочу вам дати інструменти, добре? Який ви зробите для НАУ, бо і для факультету, бо ви треба зробити. Я візьму іншу галу, зовсім іншу галу. Сервіс ми також. Ми згадрували цю компанію. Значить, дивіться, ситуація. Ті з вас, хто працює, то ви особливо зрозумієте цю ситуацію. Вам треба зустрітися з партнерами. Вам треба зробити з клієнтом, з постачальником. І це треба зробити сьогодні на обід. Я виїжджаю до вас, мені вчора передзвонив мій вчитель Віктор Пензайник і каже, «Мені треба з тобою зустрітися». Ось, тобто це жива ситуація. В 20.30 я хожу від вас, до Шабадикана, ми робили дебріфінг. Щоб рішили, теж дуже цікава і покорисна практика. Це рідко, де таке буває. Він хоче бачити мене до і після. До я не завжди встигаю, а після я відповідно це мушу робити. Бо це правильна практика, як це прийшло, як будуть студенти, які питання, що може в себе дати краще, де це ми розслаб пересунули, тому що після вкладки з'явилися, кіра чи з'являється також. Це корисна ріша. Ось, я хочу, я повертаюся до Пензайника, ми хочемо зустрітися. Це легендарний український реформатор, який це приємний міст, якому я себе вивчитель. Ось, вчора дзвонить, він не дзвонив років два, може півтора. Ось, мігайте розслабитися з тобою. Я кажу, добре? Завтра. Ну, в смісті, сьогодні, я сьогодні кажу, я сьогодні не киню. А коли киню? Кажу завтра. Добре, обійд. Я кажу, окей. Ось. Вам треба зустрітися, добре? І вам треба вилішити, де це зробити. Добре? За якими критеріями? Це обійд. Добре, це обійд. Це діловий обійд. Окей. За якими критеріями ви будете вибрати місць? Смачно і дручно. Що таке зручно? Зручно це що таке? Тихо. Тихо. Так. Комфотно. Комфотно. Близко. Близко. Безпечно. Безпечно. Анонімно. Ти це, дивіться, у них підістатися, це буде близько. Безпечно. Анонімно це типу, що там не сидить сто людей? Так. Добре. Все. А скажіть, а це не цікаво. Не цікаво. Нас за це доводиться платитися. Ну це кутож. Дешево. І зверніть увагу, ми вичерпуємося. І за моїми дослідженнями і за людьми, які запропонували цей, це буде називатися стратегічний канбан. Її запропонували Кім і Моборн, це іншими вчителі і професори, яких я показував в фотографії, яких я показував чи на попередньому, чи на першому першому занятті. Вони говорять, що 8-12 є достатньо. Колись ми зустрічалися з людьми з нашої галузі, італійці, італійці, італійці прикладні, ми зробили стратегічну канбулу на 155 критеріїв. Думаючи, що це досягне. На що професор Кім сказав в молодці, це на 147 більше, ніж треба. Тобто 8, 8-9 недостатньо. Ось, з нас вийшло поки що 7. Можна щось зробити? Зробіть щось. Змачно, тихо, комфортно, міско, міско, міско. Гарний інтер'єр. Гарний інтер'єр. Гарний інтер'єр. Гарний інтер'єр. Комфортно, це вже підлітки затишок. Це може бути вона, щоб не було. Ти може достатньо. А скажіть, а... Я б все-таки додавшого розміння. А, як би, дружність персоналу. Це так, обслугований. Обслугований. Сервіс. Сервіс. Добре. Добре. Добре достатньо. А ні, може не вимечатися. Пізніше ви коли будете робити кандбур для нау чи для... А ви всі будете робити. З восьми груп шість будуть робити тільки для різних речей. Дві будуть робити отакі для... Для користувачів, для покупців, для користувачів. Це краще назвати вашого номерку. Тобто 8-12 буде достатньо. Давайте візьмемо дорогі ресторани. Я тут ставлю від нуля до десяти. І тепер, будь ласка, дуже уважно. Просто забейте собі... Фіксуйте, будь ласка, в голові оцю історію. Добре? Коли я буду запитувати смачний, який бал ви даєте дорогим ресторанам... Дорогі ресторани це, типе, для вас є що? Це як і мені прикад. Ні, прикад дорогого ресторану. Похода на овець. Окей. Ще? Еверальд. Окей. Тобто у вас є в голові... У вас в голові є картинка дорогого ресторану, сервісу, смачного... Так? Так? Тобто коли я буду запитувати ваші фактори, а я не буду нічого придумати, я буду йти за вашим фактором. Добре? То ви оцінюєте не вагу смачності. Тобто ми припускаємо, що на цій кальві всі фактори, які ви сказали, є рівнозначно важливими. Рівнозначно. Це не дуже хороше припущення, але воно зараз полегшує, хай буде так. Добре? Тобто ми оцінюємо настільки там просто смачно. Ну тобто 10, це коли воно закінчується, то я ще беру хлібчик і я ще вимокую, бо воно реально смачно. Окей? Нуль. Я навіть не можу починати, бо я якби я понюхав і я не хочу починати. Окей? Це нуль. Добре? Дорогі ресторани, зазвичай, смачно, це які ви би бал ставили? Я. Від восьми. Вісім, дев'ять. Я буду усереднювати, хтось сказав п'ять, так що десь тут. Окей. Тихо, дорогі ресторани. Дивіться, ще раз. Це не є вага тишини наборів. Це десятка, це ви чуєте муху, бо там тихо. Добре? Нуль, ви не чуєте себе, бо там не тихо. Окей. Дорогі ресторани, тихо, який ви бал ставили? Я. Я. Сім. 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 Комфортно, дорогі ресторани. Десять. 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 Близько, дорогі ресторани. Два. Щоб ще. Ну, не зазвичай справді, не близько, вони десь в центрі. Часом на виїзді. Безпечно, дорогі ресторани. Десять. Десять. Вісім. Вісім. Ну, дивіться, ви не кажіть не завжди, ви кажіть бал. Добре? Сім. Шість, сім. Сім. Я. Я. Десять. Більше. Десять. 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 Тут можна. Дивіться, я б дуже піків би це залишити, але я тут напишу все-таки оце слово, бо ми інакше будемо конфізувати. Я напишу просто ціна. І ми домовимося з вами про дві речі надалі. Ми домовилися з себе в гадості. Якщо ви, будь ласка, хочете слідувати традиції, тоді ми це ставимо першим. І чому ми його ставимо першим? Ну що ми його ставимо як економічний фактор. Не як служивчий фактор, а як економічний фактор. Ви сказали як служивачі. Ви сказали дешево. Ось. Ми ставимо як ціна. Тобто це буде означати, що, тобто, дорога ціна, це буде десять. Ну, слушайте, дуже дорого це буде десять. Безкоштовно це буде нуль. Більше, ви напевно будете порівнювати факультет міжнародних відносин на, напевно, з Інституту міжнародних відносин Шевченка. І ви подивитеся на ціну. І, я думаю, там дорожче. Я достатньо переконаний, що там дорожче. Я достатньо переконаний, що там набагато дорожче. Відповідно, що їхня точка буде вища. Ваше, ваша точка буде нижча. От. Відповідно, дорогі ресторани. Давайте дешево я тут заберу. Я залишу ціну. Щоб не пантеличитися. Ціна. Дорогі ресторани. Ну, вони дорогі. Гарний інтер'єр, дорогі ресторани. Гарний інтер'єр. Обслуговування сервісу, дорогі ресторани. Гарний інтер'єр. Ми поєднуємо ці точки. У мене, на жаль, так і біла крейда. Ми будемо спробувати грати в пункт 4. І це буде називатися нижкою мовою. Це називається дуже просто, дуже правильно. Називається нижкою мовою value curve. Value в розумінні. Це цінність. А curve? Крива. Крива цінностей всього носить. В 11.30, нагадайте мені, у мене є анекдот про curve. Пане Павле. Ви просили нагадати ще за статтю про Дубай обов'язково. Так я здав статтю про Дубай. Я ж вам не дістав статтю. Мені так. Читайте статтю про Дубай. Читайте статтю про Дубай. Вона буде опублікована на сайті додатково. Тому всіх учасників дуже просто ще раз на сайті передивитися посилання. Дякую. Дивіться, там... Це якраз добре. Дякую, що нагадали. Бо ми сьогодні говоримо про компанії. А наступного разу будемо говорити про країну. І про державу. І державу. Країни, і державну політику. Ось. Стаття, як ви чуєте, Дубай – це країна. Більше про країну. Але там дається приклад. А ви, Андрій, вже бачили цю статтю? Там дається приклад статичної камери, але при чому трьох. Тому що є тож списую value, там дається profit, це value proposition, а там ще дається profit proposition, пропозиція продукту, і пропозиція для людей. People proposition. Скажіть, будь ласка, на профіцентній місцемотехідності є їдання? А де ви є? За два пері до рибиці. А першому повиси. Вже може? Да. Вдоволі отак пройти. Скажіть, ви можете зустрітися з партнером в свині їдання? Теоретично, теоретично, теоретично. Теоретично, може. Продавайте мої посадки. Смачно їдання. Дев'ять. Три. Я чую три, шість і дев'ять. Тихо їдати. Нуль. Комфортно. Чотири. Чотири. Все, від нуля до десяти. Близько. Десять. Для вас, а для партнера? Я сьогодні їхав. Можна не ставити між цією? Десять. Місько стоїть. До вас доїхати складно. Ні, я буду ставити п'ять. Тому що для вас десять, а для нього нуль. Безпечно їдання. Безпечно їдання. Анонімно їдання. Два. Ціна їдання. Десять. Ні, ні, чекайте. Десять це дорого. Зафіксуйте, будь ласка, собі. Ціна для першої. Дорого це десять безкоштовно ціну. Позначте собі десять. Бо це економічний фактор, а не споживчий. Чотири. Чотири. Так. І у вас виходить багато в чому дзеркальна крива. Багато в чому дзеркальна крива. Тому що це інший жанр. Хоча це і це харчування, і це і це є. Чекайте, а що у нас тут? Ціна тут, ага. Сюди, і вниз. Що? Макдонан – це успішний бізнес? Так. Теоретично, ви можете зустрітися на дзеркальниці? Так. Я практично зустрічався на дзеркальниці. Причому що, якби, з топовним українським, я не пам'ятаю, що це був. Це не було багато зустрічей. Це була не одна зустріч. І не з однією людиною. Я точно пам'ятаю, Олексій Павленкою, мій колега по різних речах, також генеральний директор, свій час також міністр тікаві з цільського господарства, тікаві іншого уряді, також реформатор. Він на той час був генеральним. Я був деканом КМБС. Він мені думає, треба негайно зустрітися. Я кажу, я сьогодні виїжджаю. Я кажу, звідки ти виїжджаєш? Борис Кільчин на той час. Літак чи потяг? Я кажу, потяг. Я кажу, коли ти виїжджаєш? Я кажу, у п'ятій. У 4.15 в Макдональдсі. Наприклад, зад. Вау, окей. Ну і треба зустрітися. І ми зустрілися. Де ви очікуєте буде крива Макдональдсі? Початку. Макдональдсі. Смачно, Макдональдсі. Ну да. Зім, 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 зім. Хто вважає, підніміть руки, що Макдональдс є смачнішим, ніж ваше їдання? Хто вважає, що ваше їдання є смачніше, ніж Макдональдсі? Макдональдсі. Ми програли. Ну, вище, ніж дорогі ресторани? Ні. Нахар. Тихо, Макдональдс. Як? Хто вважає, що в Макдональдсі комфортніше, ніж в'їдальні? Хто вважає, що в їдальні комфортніше, ніж Макдональдсі? Хто вважає? Хто вважає? Хто вважає? Діляться, в мене рука не піднімає ця встава. Ви просто, ви любите Макдональдсі. Все окей. Діляться, я вам відкрию секрет. Я відкрию секрет. Стільці Макдональдсі спеціально, спеціально підібрати, щоб до них було незручно сидіти більше, ніж 20 хвилин. Щоб воно вам реально писнуло вода місце. Щоб ви швидше встали і пішли. Тому що їм треба, щоб народ рухався, а не сидів там на своїх дівансах. Але в відеальні взагалі не вас тут всі. Окей. Це багато, що говориш. Окей. Макдональдс близько. Безпечно. Так, тому що вони зачиняються. Безпечно. Чотиристо. Анонімно. Чотири. Ціна Макдональдс. Вито вважає, що Макдональдс дорожче, ніж ваше їдальне підніми др assistsй? Вито вважає, що їдальне дорожче, ніж Макдональдс підніми дрortic? Вы подпрацьёваете В этом обстреле Ведаль О, я иду Я не запропонувал пензенера Я теперь буду знать Я теперь буду знать Гарний интерьер Мадональдс Ведаль 6 5 5 И там нема сервис Чего? Нема сервис Так Оставьте опиничку Там нема официантів Там нема официантів Там нема официантів Там є люди, які працюють Які винесуть вам їжу Я вам поставлю тут Оставьте опиничку Оставьте опиничку Дивіться Я тепер Я просто роблю Просто жирно Ну дивіться Давайте так Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять Девять ціностей І посередині вийшло дві Ця не посередині Ця не посередині Ця посередині, три Я пропустив? Окей, я пропустив Не посередині Три Посередині Три Посередині Посередині І я все-таки буду подянути, що не посередині Тобто з чотири з дев'яти виїжджете посередині Добре? Друзі, Макдональдс Є успішний бізнес Тому що вони не посередині Ну навіть тут, в більшості випадки При тому, що ви їх любите Ось, бо зазвичай люди не дуже люблять Тому що їх споставять лише П'ять ціностей є не посередині Дивіться Це вам щось нагадує зараз? Це інший вигляд, це графічний вигляд Чого? Ми таке робимо Ні, не цього Хоча тут щось є Пам'ятаєте ми з вами говорили про матрицю Усунути, зменшити Збільшити, створити Це те саме Тільки по іншому Давайте вернемося сюди Що вони усунули? Офіцієнтів Вони тільки усунули, дивіться Завайте так, сервіс я напишу, що вони зменшили Тобто він там є Я погоджу з вами Сервіс є, але він є зменшений Але офіцієнтів там нема Чого там ще нема? Там нема Великого меню, там нема вибору Вони зменшили вибір Там нема друкованого меню Вони зменшили час Вони зменшили комфорт Вони зробили так, щоб прибори не потрібні Залізні Вони зробили так, щоб прибори не потрібні були І це називається як? Прибрали Ні, ні, ні І ще раз, звичайно, що Я бачу Людям, які проєктують літаки Я вже бачу, що Не всі дійшли сюди Ось Ні, це окей, це добре, я з полагаю Я з гликою полагаю, я говорю То Вони трошки розчирокнули Вони кажуть Це Але, скажімо Я дивлюся на фінансовий звіт Макдонеца На фінансовий звіт Улюбленого нашого Анатонова Щось поглоє трошки в кращому стані З такими Недоінноваціями Розумієте? То може Як мінімум варто Не так, знаєте, зверху дивитися Оце зверхньо Дивитися на інновації Макдонеца Бо знаєте що, друзі, ми банкроти А вони ні Ні Це з повагою до обох Там нема приборів Посуду Там нема посуду Там нема алкоголю Там є салат Як мінімум там був салат Вони вернули салат? Після війни вони вернули Я ще хотів сказати В деяких Макдаках Можна ж все оформити На спеціальному пристої І там нема черги Типу я вказав саму вторг Але загалом черга є Так Ви вже говорили Збільшити швидкість Я йду в Макдонець І я йду в Макдонець Я знаю про відчуття в моєму шуму Годину після Макдонець Я знаю Я дивуюсь коли його нема І такого нема Бо воно завжди є Але Коли мені треба швидко поїсти Я виробив собі Ну дуже дисципліну Що кожне чотири години її Кракта Краще поїсти Ніж не поїсти І читати дорогий там Якісний ресторан Бо ти не вдома І ні-ні-ні Ось Це проходить ще години А тобі треба чекати Якщо він її винесуть Ось Ну В мене такий шумок Що краще поїсти Ось Ти я йду в Макдонець Швидкість факторів ще якийсь Що вони ще збільшили Нашою мовою це якось Заспеку Що вони створили? Для кого це? Для 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 От ви коли будете думати про Нау І ФМ В Тут дуже цікава думка Хто є неспоживач І важлива Ви можете навіть подумати про те Я не думаю що завжди Попоможіть нам з цим Інозем Де наші лівійські друзі? Вони вже Я маю увазі що вони вже тут є Можна закрити тут протидент? Ми вже закінчуємо 29 І якраз Ну Ми послужили Дивіться Знову в чому інновація? Це інновація Тому що пам'ятаєте було Customers Customers Куб Макдонець Потрудився подузити Як збільшити аудиторію споживачів І вони Недовго дивилися на місто Бо на Київ не треба довго дивитися вранці Щоб побачити що мільйон людей Стоють в корках І сидить за кермом За канонами які є в цій галузі Ці люди не є споживачами Ну не є Тому що для того щоб Я був споживачем Мені треба припаркувати автомобіль Замкнути його Вийти І піти в ресторан Овець Чи Що Дорадова Емран 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 Ви казали Так Ну так Вони ж не занесуться мені в машині Правильно Треба припаркуватися під них Ви Ви не знаєте Я розробився Дайте мені шок Ось Через камеру Ви не працювали в ресторані Ви не знаєте Як це забезпечити Ну що розробився Так все одно Так кухар має зробити їжу Тобто Шеф кухар Тобто йому Розробився Ну і що Йому кладять до баку Знаєте Але думка непогана Така підприємницька Це добре Мартовец Подумав Що Є Non-customers У звичайному розмінці особи І якщо Між іншими Це така думка дуже важлива Якщо ви хочете Між іншими в Україні це буде дуже важливо наступного року Тому що якщо нам Цього року З такими трудами дається Західна допомога То є дуже великий мобідець Що наступного року її не буде Або вона буде в суттєво нижчих розміх Ще додайте перспективу Трампа-президента Це означає Що тут в країні Зникне Чверть ВВП Бо це обсяг зовнішньої допомоги Чверть ВВП Це багато Тобто задавайте 22-й рік ми просіли там на 30% І там вже була допомога Окей? Ну але ми просіли на 30% Тобто 30% економіки зникає Ну тут все стояло Корків не було Бо тут нічого не було Там перших декілька місяців Окей? Барикади були і блокпостей Окей? Ось, інодість буде без блокпостів Але і без грошей І в бізнесі буде запитання Де заробляти? І, напевно, у факультеті буде запитання Де заробляти? І в НАУ буде запитання Де заробляти? І тоді Більшість підприємців каже Нема Немає Нема грошей Нема клієнтів Нема грошей Нема стражувачів Нема Уряд та йде Уряд друкує грошей Ви це почуєте? І уряд буде друкувати гроші Бо що він залишиться Потім через 3 місяці бодерікації З аналивацією Міняється в долари Вже Ну ще не вже Тож пізніше Ось Макдональдс Сказав А є креативніші підходи? Є А давайте подумаємо Хто є Non-Customer Хто є Неспоживач А хто є Неспоживач Та вон мільйон стоїть Нам не треба весь мільйон Бо вони ж не зупиняться там, де вони є Давайте ми для них Пам'ятаєте Platform Solution Зробимо віконочку Три Одне, де ви замовляєте Друге, де ви розраховуєтеся І третє, де вам вже дають І давайте зробимо supply chain Тобто Ланцюг постачання Таким чином, що поки ви розраховуєтеся Ми вам зробили Що це не інновація? Ще раз І ще раз Я поважаю професорів з космічного Окей? Я чесно Але це інновація Ну, згідно з все Макдрайв Що ще було складно? Макдрайв Макдрайв Що ще було складно? Бо ви вночі прилетіли в цю країну Ось І ви точно знаєте, що Бо там бік-мак І він такий, як у всьому світі І ви не помилитеся І вас не надурять Бо там буде ціна на цьому Ну, на табло Ось І це буде безпечно Буде те саме відчуття Пізніше годину після Ось Рідне Рідне, так Ось Я на цьому завершую Тобто, дивіться Чому я це сьогодні показав? Тому що Ми В нашій течії Думання про інновації І Ласкаво просим Ми не любимо довгих розмов Ми любимо графіки Ми любимо графіки Тому що Ти дивишся на цей графік І тобі треба його коментувати Його тільки треба було тріжечки по-іншому зробити Тому що ми коли Дивіться Зафіксуйте це собі Ми коли його робимо То ми Вкажемо Знаєш, ціна йде першою Потім опишете фактори Який ви усуваєте Потім фактори Який ви зменшуєте Потім фактори Який обільшуєте І фактори який зробить І відповідно Крива йде таким очимом Тобто, ціна, де там, де вона є Потім вона йде вниз Бо ви усуваєте Зменшуєте Потім вона йде вверх Вона не стрибала Як вона зараз стрибає Тому що Тому що ми називали фактори В тому порядку В якому ви їх називали Тобто Ми потім їх переставляємо Ми И тогда, паня ректорка и пан декан, смотрите на секунду, и у вас будет 7 хвилин на выступ, секунду, Андрей, тебе руки поднимай, у вас будет 7 хвилин на выступ и 2 хвилина на питание людей, у вас есть возможность просто показать график. Для того, чтобы сделать хороший график, мне нужно было полгода, и это такое, что я это делаю завжди, и это то, что вы хорошо знаете, для того, чтобы вам сделать график НАУ или ФМВ, вам нужно будет пару дней работать над ним, но начать с матрицы, что вы хотите усунуть, что вы хотите сменчать, что вы хотите слечить, что вы хотите строить, как вы, например, скажем, для факультета международных отношений, вы сравниваете с Институтом международных отношений Шевченко и малюете 2 криви. То вы сразу видите, в чем разница и что вы хотите усунувать из больше и меньше истории. То есть, если это для НАУ будет, то я знаю, с КПД, я знаю, вы решите, с кем, я не знаю, с кем, запитание. Для запитания, больше вернемся до наших шановных участников, сейчас, как уже пан Павло начал сказать, мы формуем... То есть, Андрей, на самом деле, анализирует, что я закончил, потому что, ну, я не люблю затягивать, потому что я закончил, но у пана Андрея организационные вернемся. Если у вас есть вопросы, после информации Андрея, я еще тут побуду и ответит на ваши вопросы. Так, Андрей, прошу. Так вот, сейчас мы формуем наши 8 команд, это 4 из которых будут формированы по результатам инициативности нашего факультета, по проекту инициативности. И 4 из них будут формированы в целом по НАУ. Завданием будет основное створить инициативу, с которыми нужно будет выступать перед нашей паней ректоркой в конце нашего курса. И деканку. И деканку, обовязково. И паном Шереметою тоже. Так вот. Уболювальник. Из-за того, что у нас... Давайте, типа, граючий тренер. Понимаете на вазі? Я вам буду допомагать. Доброе? Но я в большинстве буду реагировать на ваши вопросы про допомогу. Потому что мы дорожные люди, и мы в свободной стране. Я не буду спросить, если вам нужна допомога. Вот. Вам нужна допомога? Пишите мне, скажите, что мы ничего не понимаем. Можете прийти еще раз и рассказать, что вы говорили? Потому что мы что-то задумали. И все, и все. Ну, я могу сказать, что ехать я не буду. Зробимо зум, например. Доброе? Або, смотрите, мы все это понимали. Мы уже накидали. Киньте оком, как оно вам виглядает. Я очень прошу это сделать, потому что не будет много комментариев из всего привода. Доброе? Теперь, смотрите, еще одна важная вещь. Это хорошо тебе зафиксируйте. Мы писали эти вещи, вы их говорили, как кто? Как споживачи. Доброе? Залишите эту мову. Залишите. Привет. У меня есть анекдот сейчас. Я в Алмантине, как я скажу, прикладывал. И там было 5 групп из бизнеса и одна группа из бизнес-школы. Университета. Университета. Международная академия бизнеса. И они пишут, что первый фактор – цена, а второй фактор – ПКС. И вы знаете, что такое ПКС? Они знают, что такое ПКС. А они хипотеки. Наш ПКС лучше. Мне невозможно даже питаться, потому что они весь час про него говорили. И так тривало приблизно годину. И я просто не витривал. Потому что я понял, что я впираюсь... Это просто абсурдная разговор, когда мы говорим про главный фактор. И они его знают, а я его не знаю. И я так говорю, «Вибачьте». Друзья, что это было? Мне извините. А что такое ПКС? А вот мы смирались и говорили... Нет, ППС. Вибачьте, ППС. Профессорский преподавательский состав. ППС. Дивите, я имею в виду, уникайте таких термин. Потому что вы так не говорите. Вы не говорите про факультет ППС. Добре? Вы не говорите. Причем вы говорите. Профессор сказал ППС. Профессор сказал ППС. Не треба так говорить. Добре? Говорите своєю мовою. Цикаво, захоплюючи. Технічно. Вимогливо. Розумієте? Витягніть з себе, что вы из этого хотите. А не просто ПВС. Так, вот. Витягніть, давайте так. Витягніть, давайте так. Витягніть, давайте так. Я так бачу, що вам треба трохи тут часу раненого. Чи є питання до мене? Бо мені не треба бути, коли ви ділитеся на групи. Це внутрішня ваша робота з Андрієм. Робіть її, будь ласка. Це важливо, але мене не треба. Техніше, якщо я із деканом поговорю і ми організуємо навколо весь процес, який треба, щоб все це відбувалося. Добре? До мене запитання є. Я не добрався до Суспільної цінності, тому що ми переміщалися. Це десь не вистачило, але я добруся до них на наступному занятті. Цікаво, що я буду робити на завершенні шостого заняття, коли в нас вже більше не буде з вами часу. То я вам скажу, пишіть мені, я вам буду передавати в соціальних мережах. Нема запитань, так? Пізніше, пишіть мені. Деякі ваші колеги це вже роблять і ми спілкуємося там, так що ви можете, ну тут у вас і так, що ми з Андрієм теж спілкуємося. Ось, так що якщо у вас є питання, непогодження, коментарі, думки, пишіть. Дякую, і наступна зустріч у середу такий. У середу наступного першої лінії. По плану так, але, будь ласка, слідкуйте за інформацією на пості. Ми розсилаємо перед початком кожному нашому учаснику, стосовно точного часу і дати проводити. Дякую. 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 Дякую.